Девушки отдыхают Можем взять моего более высокого уровня персонажа на этом аккаунте Которому доступны некоторые функции По типу компаньонов, данжей Ну и прочих всяких необычных вещей Но все-таки я думаю давайте начнем с фокода Зайдем за него И я приблизительно покажу вам В двух словах аукцион Скорее всего мы сейчас окажемся в городе Насколько я помню Что касается аукциона Он есть практически в любой игре И это очень важная часть Без аукциона как правило не строится ни одна торговля То есть он нужен всегда И с помощью него люди будут Контактировать друг с другом Сейчас мы сдадим правда квест Вы должны будете его здесь дать И взять новый Этот квест вас уже отправит в более высокоуровневые локации Они будут не такие коридорные Как прошлые Но приблизительно очень похожи Мы отправимся к аукциону Аукцион вы всегда сможете найти Обычным способом Там нарисован как правило молоток И вы должны спуститься вот по лестнице И отправиться по карте к этому молоточку Что касается контактирования персонажей Помимо того что вы можете Разговаривать с людьми в чате Набирать группы Какие-либо данжи Подземелья Вы можете переписываться с людьми через почту Вы можете отсылать предметы через почту Если этот человек находится в другой Труднодоступной вам локации В любой момент вы можете написать ему письмо Вам просто нужно найти почтовый ящик Почтовые ящики как правило располагаются во всех городах Даже в мелких населенных пунктах они есть В игре присутствуют кстати ездовые животные Обратите внимание Они вам пригодятся Потому что бегать вот так вот по городу Не каждый раз вам захочется И это достаточно нудно Поэтому ездовые животные вам стоит приобрести Напоминаю что в игре 60 уровней И к тому времени как вы достигнете 60 Я думаю что вы уже сможете себе приобрести Ездовое животное Пройдем сейчас к аукциону Осталось каких-то пара шагов Аукцион на данный момент В нерабочем состоянии в игре Дело в том что был эксплойт Возврат Кто-то пытался через всякие баги Продавать вещи за огромные цены и так далее Ну я точно не читал эту новость Мы подошли к аукциону Вот этот человек У него над головой молоточек Мы нажимаем контактировать с ним И у нас открывается вот такое вот окошко Оно небольшое Первая вкладочка у нас говорит о том Какие вещи мы ищем Здесь мы вписываем наш левел Здесь мы пишем какой предмет мы хотим искать Uncommon, RAR или очень рарный предмет На какой класс И используется ли он только на меня Вот нам как вы видите пишут что в данный момент аукцион недоступен Дальше идет панелька слева Это то где располагаются вещи То есть например если нам нужен только шлем Мы ищем equipment head То есть мы находим шлем И так далее Так для профессий Сумки Маунты это лошади Компаньоны О компаньонах я расскажу вам чуточку попозже Вот Здесь следующая вкладочка это my constituents Здесь мы можем выкладывать собственные вещи И продавать их за цены которые мы сами укажем И только за эту цену у вас купят вещи Я точно не помню есть ли здесь налог Но в большинстве игр берется налог за определенное количество дней Например если у нас 5 дней налог определенный Если 3 дней и так далее И в зависимости еще от самой суммы То есть налог накладывается практически всегда MyBits это там где вы можете забрать предметы которые вы купили И деньги которые вам прислали за покупку ваших предметов И так Минус данного аукциона есть один И он очень серьезный Игровая валюта здесь исчисляется не в золоте А в кристаллах Diamonds если быть точным Это определенный вид валюты Который доступен только для аукциона И еще для нескольких торговцев Это пожалуй очень мешает Потому что вы не сможете накупленное золото потратить на аукционе Вам придется набить эти самые кристаллы Которые нужно Которые можно достать Только с помощью определенных квестов Ну и некоторых зон И так мы дальше пройдем Вот как раз система почты Видите у нас вот такой почтовый ящик должен быть Ну в данной игре здесь человек Мы подходим и разговариваем с этим человеком И нам высвечивается окошко Inbox и Compose Inbox это то что пришло вам Compose это то что вы хотите отправить Пишите имя, почту Ну в зависимости от того как пишется ник Человека которого хотите отправить И отправляете или принимаете посылки, подарки Это может быть все что угодно Это может быть как подарки от администрации За какой нибудь ляп Который происходит очень часто в бесплатных ММО И с этим пожалуй закончим Что касается Foundry Система Foundry это создание квестов Когда человек Который обычный пользователь Да никак не является административным лицом Ни модератором, ни кем иным Он просто может взять и создать Собственную историю, собственную сказку И все как дороги будут проходить его сказку Пожалуй не интересно, за которую будет даваться Очень много опыта Для того чтобы открыть подобное окошко Вам нужно нажать русскую букву D DL английскую У вас появится вот такое мини окошко В котором вы всегда заметите вкладочку в Foundry Там будут перебираться квесты Которые сделали сами пользователи Вы можете выбрать любой из этих квестов Нажать Asset И начать играть А также вы здесь можете посмотреть календарь На календаре как правило написано то что будет в скором времени Ну и главная страничка В игре присутствует система PvP Мы можем записаться на арену Ну все это опять же делается через вот это маленькое окошко Помимо Foundry и PvP Мы можем встретить еще Гранд квесты Это такие необычные зоны Когда мы попадаем в 5-6 человек И начинаем зачищать эту зону Как правило это 6 человек в пачке Но здесь наверное 5 Я точно не припомню Мы попадаем в определенное подземелье И должны справиться с определенным боссом в конце Когда мы это завершаем Там как правило есть хороший красивый сюжет И хорошая награда Только там можно приобрести самые необычные эксклюзивные вещи Собственно дальше вы все попробуете сами Данный персонаж достиг уже 5 уровня Он уже отправляется в локации остальные То есть вот у меня ромб Он ведет на дверь Там будет опять карта И я смогу переместиться вообще в другую локацию Я думаю что сами вы уже продолжите играть В игре 60 уровней Успехов вам конечно Но я думаю что сейчас мы еще кратко обратимся к системе фаундер Нужно подождать 15 секунд Пока пройдет выход из игры Я вам вкратце расскажу что это за система такая Для того чтобы создать квест Вам нужно обладать определенным навыком Знания английского языка Это вам действительно понадобится Потому что не зная английский язык У вас ничего не будет Вот мы видим заставочный экран Наш орг Снизу подделяет чайктор Вы видите в фаундере Вот это вот самая маленькая вкладочка Ребята главное не промахнитесь Поэтому нажимаете в фаундере И у вас высвечивается логотип Или такое маленькое окошечко По созданию квеста Здесь вы можете нажать new quest, new campaigning Вы можете создать собственную компанию Где будет ваше собственное подземелье С вашими текстурами С вашими предметами И с вашими монстрами Можете создать обычный квест Это просто он будет у вас присутствовать на локации Определенной Которую вы укажете Например убейте 5 мобов И нихрена не получите Ну стандарт Ну вот Или компания Я советую конечно компания Для того чтобы создать нормальный квест Чтобы у вас что-то получилось Вам нужно сразу действовать по двум пунктам Первое это конечно старайтесь Не лезть сразу сюда Прокачайтесь хотя бы уровня до 40 до 60 Попробуйте high content И когда вы уже приблизительно будете знать игру Вы можете создавать данные квесты И что конечно обязательно это знание английского языка Для того чтобы попытаться сделать квест без знания английского языка Вам советую посетить сайт Neverwinter-mmo.ru Там есть гайды Там есть ответы на вопросы И все это вам очень пригодится Ну собственно об этом все Я думаю с Neverwinter мы уже можем заканчивать Я не хочу углубляться в этот проект Потому что он в основном очень линейный Если вы посмотрите этот обзор слишком долго Вам будет уже потом неинтересно проходить то же самое В принципе обо всех таких маленьких нюансах я рассказал Если что оставляйте комментарии под видео Пишите то что вам нужно узнать по этому проекту Касательно других проектов Скоро уже я не знаю должно выйти видео В которых отвечаются на комментарии И будет расписание следующих проектов Но могу сразу сказать с этого видео Что следующий проект будет Vindictus Online Он ничем не хуже этой игры И он вам очень понравится Тем более что он очень малоизвестен Всем спасибо, всем пока С вами был Факот Подписывайтесь на канал Удачи!